Лягушатник собрался на сцене ГДК. Кандидаты отрабатывают одно из заданий, вживаются в роль земноводного. Перевоплощаться – главное умение актера, говорит руководитель студии «Этюд» Екатерина Набока. Упражнение показывает, насколько развита фантазия у детей. Восьмилетняя Люся Данилина в театральную жизнь подалась вслед за двоюродной сестрой. Она играет в одном из питерских театров. Я хочу танцевать и петь на сцене. Я хочу, чтобы меня все видели, чтобы я научилась не стесняться и вообще просто, чтобы это было мое хобби или вообще, чтобы я стала именно по профессии. Но я бы хотела сыграть, если есть такой спектакль с Золушкой. Почему? Ну, просто это принцесса, ну и вообще она красивая. На пробных занятиях детям дают задания по Станиславскому. Они помогают прощупать начинающих актеров и понять, кому нужны дополнительные часы, с кем отрабатывать роли потребуется индивидуально. Настя Грязева пришла на отбор по совету мамы. Именно она заметила в девочке театральные задатки. Честно говоря, я позвонила в Амурское училище культуры. И мне посоветовали сюда. У нее как бы навыки есть. Она хорошо читает. Она в школе занимает, в классе занимала первое место по стихам. Но важнее всего желание ребенка заниматься в студии, ведь это большой труд. Тем, кто шагнет в храм Мельхпомены, предстоит развивать память, не бояться публики выполнять каждую задачу режиссера. На сцену участники отбора могут попасть в сентябре на роли в массовке. Студия покажет в городском парке спектакль «Не хочу быть собакой». У нас недавно пришла девочка, буквально две недели. Она уже сыграла роль курицы в спектакле, потому что там небольшая роль, там в спектакле нужно было станцевать, как курица, там было весело им, потому что она сама захотела. Я всегда спрашиваю, говорю, ребята, кто хочет? Если я вижу горячие глаза, поднять руку, значит все. Этого ребенка можно брать в спектакль. Сейчас в этюде играют 30 актеров. Новеньких которых взяли в этом году 8 человек. Впервые набрали младшую группу от 4 до 10 лет. Запись продолжится и в сентябре. Номера для связи на экране.